здравствуйте сегодня я буду раскрашивать свою картину она была вот исполнена техники жидкое масло здесь созданы световые теневые картина высохла теперь я буду вводить свет в детали виноград в общем во все детали поскольку я не знала что это за фрукт ну остановлюсь на лимоне тут лимоны есть это будет тоже лимон поскольку я рисую с картинки которая имеет только образ у меня вот набор таких картинок акварельные раскраски по эскизам видите я могу назвать это эскизом вот вот это раз это эскиз это тоже эскиз видите меня поправляли говорили что этот карандашный наброса которая назвала эскизом это низкий смотрите раскраски по эскизам здесь предоставляется сама такая раскраска контурным рисунком но у ней нет изображения цветного только одна вот здесь примерно для акварели на обложке больше нету вот они в наборе вот такие я их буду раскрашивать вот я нарисовала себе изображение только здесь плоскостное я нарисовала у себя более объемное и теперь я должна это все раскрашивать значит я решила что я буду раскрашивать в те тона в какие обычно эти фрукты овощи раскраску но овощи нет детали я имею ввиду посудные детали значит я сделаю это все керамическое керамика будет даже тарелочку можно сделать керамическую ну посмотрю сделаю керамическую правильно значит коричневая 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 ручка будет тоже коричневая у ножа хотя ножик как бы для фруктов для фруктов он может быть разный но пусть будет коричневая коричневая будет вот здесь яблоки сделаю красные эти сделаю желто-зеленые лимоны виноград сделаю и решил то ли делать его салатовым ну и то есть его можно сделать как бы зеленым желтым сейчас вот здесь подвести и уже виноград будет нарисован поэтому в общем сейчас подумаю сначала хотя надо сразу думать ведь надо всегда рисовать холодных тонов если я нарисую здесь например коричневая то то можно оно не касается у меня правильно просто когда теплые тона они в холодное быстро входят и как бы эти холодные тона не портят они их утепляют например вот если у вас холодном тоне картина нарисовано вы ее можем можете быстро теплыми красками закрасить и ничего не пострадает и вот такая же будет теплота красивая но если вдруг вы решили что у вас много теплого вам надо холодный тон сделать то его сделать очень сложно вам надо будет убирать хорошо теплый только потом носить холодный но поскольку у меня здесь в принципе и не будет холодных тонов потому что желтые красные коричневые это все теплые тона а вот тени я могу сделать холодный то есть вот здесь холод поддать тогда будет смотреться хорошо вот виноград еще не решила то ли его сделать все таки фиолетовым или зеленым хорошо как пойдет такие рисунки очень интересны знаете вот чем интересны значит во первых вы можете изучить здесь объем во вторых вы можете придумать разные тона разные цвета то есть сколько мы там не изучали какие-то градиенты цвета или например разноцветия как сочетаются два цвета один с одним я конечно для себя пока не поняла что я должна смотреть или на радугу как она располагает она или на природу в природе что я вижу как вот здесь например я хочу нарисовать то что я вижу это в природе чтобы у меня картина была здесь с природой ну совмещалась хорошо но сочеталась чтобы она была на сто процентов реалистична по при по природному своему происхождению что самое интересное вот про радугу знаете недавно так вот тоже в интернете тут я смотрю ролики же выскакивают всякие выскочил ролик это на заставке вот нарисован ну чакры человека чакры образ человека и точки светные его чакры я конечно там сильно не вдаюсь в эти все подробности но что меня удивило смотря на картинку оказывается чакры человека это тоже радуга вот вы посмотрите там идет красный оранжевый желтый потом зеленый потом голубой синий и фиолетовый и то есть чакра опять заворачивается идет с красного как в радуге можете себе представить для меня это было открытие когда это так говорится там и слышится там где-то не особо на это внимание уделяешь но когда вот я вижу и уже я ведь занимаюсь и занимаюсь я все время на это себя настраиваю ну как бы на это знание чтобы я его не упускала в своих картин а что она хорошо для человека гармонично считывается когда у вас здесь радужная вот это расположение почему радуга потому что для меня было сложно так запомнить я всегда ассоциации провожу с какими-то предметами с такими ну как вот в обычном нашем понимании что мы хорошо знаем этот самый простой предмет то есть всю вот эту сложность я настолько упрощаю для себя что она мне абсолютно не как бы не сложна если я нарисую нарисую здесь например красное здесь желтое это сочетаемые тона здесь могу нарисовать фиолетовое но вы представьте что это фиолетовое к желтому она смотрится не будет она будет сочетание только с красными яблоками смотрится поэтому если я захочу здесь фиолет положить желтая а ну конечно будет лежать как отдельный предмет но как для художника это сочетание не имеет между собой переходного цвета то есть я могу что сделать вот порассуждать чтобы вот нашим зрителям которые наши картины будет смотреть до того было комфортно если я например захочу здесь нарисовать желтый лимон то я должна вот эти вот ягоды которые ближе к желтому давать их с наибольшей краснотой и только потом переходить сюда фиолетовый цвет это если конечно вы хотите вот настолько изучить вот это рисование чтобы она вот так плавно смотрелось и она смотрелась великолепно и знаете как будет загораться то он очень красиво наверное вот так вы здесь и сделаем если мы сделаем вот так я посмотрю права ли я или не права все мои все мои рассуждения это мои личные рассуждения я ведь постоянно нахожусь в процессе обучения это что я услышу увижу вот как эти чакры например меня это я совершенно и как бы не думала там изучать это все но для меня было очень интересно вот представьте что даже и чакры вот раз ценили этим всем радугой то же самое то что природное явление то что мы можем наблюдать это что мы самой школьной сам скамьи знаем если вот здесь бы желтый лимон зелень конечно с ним будет очень хорошо смотреться если я нарисую здесь желто зеленый здесь желто зеленый красный будет тоже тут смотреться очень хорошо то потому что желто зеленый с красным это все сочетается желтый сочетается если вы добавите зеленый в красный у вас получится коричневый у вас получится вот этот тон коричневый представьте насколько тарелка фруктов может разложиваться по цветовым таким сочетанием вот сейчас я разложила в другом цвете в зеленом желтый зеленый зеленый или например красный как я хотела да и между красным и зеленым будет хорошо вписываться коричневый он как будет теплый идти к желтому хорошо значит красный зеленый желтый вот можно так сделать если фиолетовый так тоже будет смотреться красный фиолетовый но к желтому я сделаю переход красных тонов тоже будет смотреться вот видите как интересно в поиграть цветами что будет если например мы на этой тарелке оставим только яблоки зеленого тона зеленый и здесь будет желто зеленый будет такое ощущение что у вас это как бы одинаковый фрукт лежит вот сдалека вы будете смотреть у вас будет лимон 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 ну так сдалека и тут лимон видите если будет красное то точно не лимон уже лимон 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 я сегодня конечно много предварительно рассказываю но для меня это интересно выбор цвета вы же будете себе сидеть дома если вот такое возьмете интересный такой момент вы купите любую раскраску абсолютно любую там можно найти не обязательно эту я смотрела очень много детских рисунков детских раскрасок но знаете есть такие раскраски более более не совсем там третий класс а хотя бы постарше нам то надо что-то посерьезнее из этого взять вот это конечно очень интересный момент я даже их не стала раскрашивать я их использую как образец рисунков ведь это нужно рисовать в любом тоне в любой тональности сделать такие сделать такие если например у вас ее купили вам хочется еще что-то продать и так я приступаю к работе значит я решила это у меня будет красный он у меня будет сочетаться с коричневым это у меня будет фиолетовый он будет здесь красный и здесь будет желтый вот такой тон но я начну сверху то есть первая деталь у меня будет коричневая вот это световые я выдам охрой теневые я выдам у меня есть такой красно-коричневый я использую 22 цвета у себя это сиена жжёная и умбра жжёная наверно так называются эти два цвета в общем одна холоднее 1 красно-коричневые я их так и применяю одну применяю как световые коричневые другую как теневые которые в холодном тоне как я буду раскрашивать вот эту деталь сегодня я хочу сделать такое видео с наибольшим объяснением знаете не так не озвучиваю не озвучивая уже после того как я нарисовала а я буду озвучивать во время рисования то есть я сейчас всю световую прокрашу охрой желтой все свои световые здесь моменты и тем более что значит охра желтая она не сильно укрывистая краска она там не знаю полупрозрачная или прозрачная с той серии в общем что она просвещается просвечивать вернее просвещаюсь это я сейчас занимаюсь обучением значит смотрите я буду оставлять эти зеленые моменты которые просвечиваются я не буду сейчас их белилами затушать я это сделаю потом когда мне захочется поставить здесь как бы наибольшие такие блики ну световые сейчас всю сторону беленькую я сделаю кувшинчик здесь у меня весь коричневый я не знаю я не знаю Продолжение следует... Так, теперь теневая сторона. Будет у меня красно-коричневая. К сожалению, там краска до того замусканная, что я даже название ее не посмотрю. В общем, два тона, у которых я... У меня минимальный набор цветов, вернее. Минимальный. Из них коричневых всего вот этих два. Умбра и Сиена. Умбра жёная, или Сиена жёная, или Умбра. В общем, холодный коричневый и тёплый коричневый. Смотрите, световые делаются, круговые, наиболее толстых, ну как шарообразных предметов. Теперь я по всему кругу прохожусь здесь. Кисточку даже не мою. У ней подмешивается вот этот цвет. И мне это нравится, потому что два цвета между собой должны здесь совмещаться. То есть туда должен попасть. Смотрите, видите, деталь, как я обкрашиваю, обкругляю. Здесь тоже я должна обкруглить её этим же коричневым тоном. То есть мы показываем, что у нас заворот. Вот тут чем дальше, тем темнее. Самая кромка может быть светлая, потому что как бы из-за поворота. Только в шарах такое используется, что рисуется свет, тень, вокруг тёмным окрашивается. И ещё самая кромка может быть светлым окрашена. Вот такой разнообразный такой, знаете, цветовой раскрас. Вот сейчас я тёмным накрасила. Но я самую кромку здесь могу светлым выдать. Но я её выдам очень светлым, когда буду рисовать блик. Теперь тёмненькое я подкладываю под всеми предметами, которые нависают над деталью. То есть вот стоит кувшин, а у него крышка. И крышка выдается. И она должна отдавать тень. Значит, тень идёт у меня под крышкой. Дальше тень идёт под теми красивыми деталями, которые у меня вот такие. Вот они, видите? Они у меня здесь прокрашены светлой и прокрашены тёмной. Теперь смотрите. Раз свет у меня отсюда падает, я смотрю, на какие детали у меня падает свет. Значит, с другой стороны у меня будет тень. Значит, если падает сюда свет, то тень у меня будет с этой стороны. Если вот здесь заворот, то с этой стороны заворот, а будет свет, с этой стороны тень. Видите? Заворот. Сейчас я даже все цвета не сращиваю, только раскладываю правильно световую и теневую. Значит, если с этой стороны на вихлюшечку падает свет, то с этой стороны должен падать тенёк. Видите? Здесь свет с этой стороны падает, с этой стороны тенёк. Вот мы с вами раскрасили, не растушёвывая предмет. Если вы можете обратить внимание, где я смотрю, где я что упустила. Я упустила вот на этой детали. Здесь деталь кружочек и цилиндр идёт. Значит, кружочек будет снизу, поскольку он закругляется. Если вы его хотите хорошо вырисовать, вы должны его вырисовать тонкой кисточкой. Вокруг кружочка сделать тёмным, вот так вокруг тёмным, прям обкруглить его, потому что он у нас круглый. И одну часть, эту часть, сделать чуть больше тёмную, чем вот эту часть, потому что свет у нас идёт отсюда. С цилиндром, как мы поступаем с цилиндром? В цилиндре точно так же. Эта половина будет светлая, эта тёмная. Её прочерчиваем вот так полоской прямо. Здесь можно даже не заморачиваться. Смотрите, как получается красиво разложена тень. Теперь, когда мы всё это протушуем, то есть я сейчас буду тушевать, смотрите, от серединки разводить цвета в круговую. У меня здесь кружок в круговую. Видите? Я прям могу вот так кружить, вот так, невзирая на вот это горлышко, потому что здесь эта деталь рисуется как цилиндр, как вот здесь, то есть прямо. Видите? Ну, поскольку она немножко имеет такую себе, как бы, талью, то по талии я её и веду. Эти можно не трогать. Здесь можно тоже растушевать. То есть я как бы светлые тона с тёмными немножко соединяю. Здесь я буду растушевывать только по границе цветов, только по границе. Потому что здесь у меня цилиндры везде, хоть они и загнутые, но они цилиндры. Я должна оставить половину такого, половину такого. Я совмещаю только серединки. Смотрите. Вот сейчас у меня нарисована деталь без явных бликов. То есть я могу её оставить керамическую, не блестящую, матовую. Тогда я блики должна выдать здесь более растушеванно. И если я её хочу покрыть лаком, например, я мысленно себе представляю, какая это деталь. Блестит она или не блестит? Если блестит, тогда я должна нарисовать у ней блеск чётко белой краской. Чётко в определённых местах. Смотрите. Я решаю, что у меня здесь эта деталь будет очень сверкать. То есть она у меня вскрыта лаком. Значит, я начинаю сверху рассуждать. У шара будет вот здесь блик. Дальше. У цилиндра будет блик вот здесь. У полушар, да, полусферная она называется, да? Ну, неважно. Где у ней будет блик? У него, конечно, будет блик в середине. Правильно? Так, теперь этот блик я должна в середине ещё проставить яркий. Теперь. У деталей, которые у нас называются как гофрированность такая, да? Выпуклость. Они продолговатые. Блик должен быть продолговатый. У всех деталей на светлой стороне, все тёмные стороны, они уходят в серединку. Блик имеет такую, вытянутый блик, имеет такую, знаете, особенность. Он, значит, края у него размытые, вытянутые. Вот так я могу их прокрасить. И самые серединки, где у меня вот идёт световой удар, я могу прокрасить наиболее вот ярко. Видите? Такой растянутый блик, как я сделала красиво. Так, смотрим дальше. Деталь. У детали есть носик. Мы его можем или представим, что он на нас туда отошёл. Пока не трогаем. Пока идём, рассуждаем, как мы будем выставлять здесь блики. Дальше у нас идёт блик, который выгнутый на вот этой части. Мы его ставим. Его можно, как вот этот блик, тоже слегка вот так растянуть. Сделать его шире. И потом уже внутри поставить более такой насыщенный. Ну, можно вот оставить его в таком виде. Очень получается красиво. Теперь смотрите. Можно не ставить никаких тут больших бликов, но нам нужно поставить вот по этому курсу вот здесь большой блик. То есть я его беру краской и вот так просто ставлю. Я его растушёвываю. Это у меня, значит, срединный блик, который мне выдаст саму деталь вперёд. Смотрите, я его стушевала слегка и теперь я его ставлю. Вот, значит, он должен быть соответственный размеру, соответственный своей вазе. Ну, как бы слегка закруглённый. Смотрите, я поставила центральный блик. Я поставила блик, который будет у меня от вазы. Слегка поставила сюда несколько бликов для такого, знаете, украшения детали. Теперь мне нужно поставить вот здесь блики. Я выбираю. Я не хочу, чтобы она у меня вся сверкала, как не знаю что. Но эти детали точно так же проставляются в блики. Значит, смотрите. Вот здесь падает свет. Я думаю, где падает свет. Вот здесь он падает. Я вот представляю, да, деталь. Она у меня здесь закругляется хорошо. Здесь выпуклая деталь. Здесь наверху. Эту деталь немножко растушёвываю. То есть блик вытягиваю. Он скрашивается с коричневой краской, но это нам не страшно. Мы делаем центральный удар. Центр. Значит, у всех вытянутых бликов вы растушёвываете края и середину блика делаете наиболее такую яркую. Тогда очень красиво. Вот смотрите. Здесь я бы вот потянула бы ещё здесь блик бы. На нет бы сошёл. Как и вот этот. Смотрите. Сразу блик красивее становится. Видите? Где-то нужен вот точечный удар. Где-то нужен. Это какое-то отражение такое блескануло. А где-то не нужен. Значит, здесь кромка будет блестеть. И я как раз здесь нарисую, что у меня у горлышка есть овальчик такой вытянутый. Дальше как вот здесь, так и здесь. Не весь я буду красить. Не весь. Потому что тогда слишком блестит. Слишком. Как вот здесь много блеска. Ведь ещё картина только началась. А она уже заблестела. Тут не знаю как. Здесь выгнутый такой блик. На нет. Видите? Можно даже больше не ставить. Потому что, по идее, здесь хотя световая, но здесь не бликовая. Она не может так сильно бликовать. Ну, это по желанию. Я не буду перебарщивать. Ведь тоже не нужно. Вот смотрите. Поскольку я поставила вот эти блики яркие. Вот здесь кромки рисовать другие я не буду. Вот рассуждая, как нарисовать вазу. Мы с вами сегодня нарисовали какую прекрасную, блестящую вазу. На этом первая часть моего видео закончена. Я хочу это видео для вас наиболее описать. Ну, во всяком случае, какие-то моменты этого видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи. Смотрите, как правильно расставить блики и получить такой сумасшедший блеск. Очень красивая, перламутровая. А ведь ничего тут нет такого. Зелень даже просвечивается. Видите? Пусть какими-то пятнами, пусть какими-то там... Может быть, вам хотелось бы... Но я не закрашиваю основу. Видите? Пусть она будет. Она создаёт такую, знаете, перламутровость. Очень мне нравится. Я думаю, что мне пятёрка за неё. Правда? Пишите мне. Обсуждайте со мной. Мне очень нравится, когда вы мне пишите. И нравится вам это такое всё. Я буду с удовольствием читать ваши комментарии. Такие рассуждения. Ну, я думаю, это интересно, потому что, знаете, не каждый человек думает об этом, что нужно об этом подумать. А если вот так порассуждать, если вот так порисовать, вы сами видите, что раскрашивание вазы керамической ничего сложного в себе абсолютно не несёт. Тут может быть любой предмет любого вида, и даже пусть он будет нарисован от карандаша. Но вы вот в таком будете процессе это всё делать, то есть, ну, в последовательности. Ничего страшного для этого не будет. Будет только прекрасно. Смотрите, как падает свет и как падают блики яркие. Очень удачный блик, правда? Он здесь прям подсвечивает, что видно, что отсюда идёт подача отражения. Свет сюда упал и сюда отразился. Такое есть. Я такое изучала. Как ни странно, опять на арбузах на своих. Вот, вы знаете, этим летом мы с вами ещё позанимаемся с арбузиками. Очень интересно на них изучать. Они отражают свет очень хорошо. И круглая деталь. Такая маленький арбузик у меня был. Я его прямо вот всю зиму вспоминаю, что я изучала. И он мне многое даёт. Вот здесь вот он, тот же арбузик. Многое даёт мне в познании бликов, теней, световых. В общем, правильное изучение и правильное запоминание. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok